На момент рассмотрения данной технологии Григория Петровича Гробового в свободном доступе есть звуковой файл, который можно прослушать по приведенной ниже ссылке. Технология давалась в управляющем прогнозе при работе с карты, то есть с конкретными территориями и в том времени, 20 мая 2005 года. А следовательно, необходимо вносить корректировку по времени и пространству так, как было дано на семинарах самим авторам учения. Чтобы не было разночтения в понимании и трактовке технологии, особенно по точности воспроизведения числовых рядов, звуковой файл дается вместе с фрагментами текста. Если человек будет работать с тем пространством, о котором говорится в тексте, то корректировку нужно сделать только по времени. К числовым рядам в этом случае добавляется единица. Технология Григория Гробового начинается так. Мы можем с точки зрения Нижегородской области рассмотреть таким образом структуру управления, что если, например, в центре примерно, в геометрическом центре, в географическом для данной области расположить структуру именно такую, что от отдаленного будущего идет сигнал, где-то он преобразовывается в уровень деталей и приходит в текущее время, то в Нижнем Новгороде мы видим конкретную событийную картину, что происходит сейчас. Одновременно рассматриваем структуру управления. Предположим, что мы хотим создать благоприятное будущее для какого-то населенного пункта или для конкретного дома, который находится в определенной географической местности. Определяем задачу. Представляем, видим сигнал от отдаленного будущего, который преобразовывается где-то в то, что мы хотим получить и приходит в текущее время в наш населенный пункт или в конкретный дом со всеми жителями в нем. И в этом городе, доме, населенном пункте мы видим событийную картину сейчас. Значит, это управление мы намерены реализовать. То есть это уже сейчас я просто учу духовному видению, ну то, что называется ясное видение. Значит, для этого нужно в будущем определить хотя бы одну деталь. Значит, давайте возьмем там отдаленное будущее, миллион лет вперед. Существует земля, существует участок этой области. Берем приграничную территорию и начинаем эту деталь как бы раскручивать. То есть информация становится менее констрированной, как бы из архива выводится, да? Расконстрация информации появляется, как некая, значит, ну система, что ли, такого долгосрочного управления, где некая пружина разжимается. Рассматриваем отдаленное будущее той территории, на которой хотим создать будущее. Берем на приграничной территории какую-то деталь. Например, дерево или камень, или то, что смогли определить. И начинаем расконцентрировать информацию, которая хранится в этой детали. Информация из долгосрочного управления, из будущего в настоящее время, разжимается, как некая пружина. То есть управляющая система представляется, как некая пружина, но не напряженная. Тогда, получается, мы должны работать через это еще ощущение. То есть мы должны структуру будущего воспринимать, как некую структуру. Она не обязательно напряженная, но она именно требует времени для расконстрации этого света. Чтобы провести такое управление, Григорий Гробовой дает числовой ряд. Следовательно, ряд будет такой. Отсюда, с границы до какой-то точки, любой, на которой южнее Нижнего Новгорода, идет ряд следующий. Причем он начинается отсюда, наоборот, идет сюда, но назначает действие обратное. Здесь механизм связи с работой внутренней области. И таким образом он 8, 1, 7, 3, 9, 1. Когда человек начинает работать со своим пространством в настоящем времени, то управляющий ряд будет уже такой. 8, 1, 7, 3, 9, 1, 1, 3. Где 1 – это время, а 3 – пространство управления. Для Нижнего Новгорода добавляется только единица, как было сказано выше. В практике управления находятся и механизмы связи, и точки. В данный момент можно вспомнить начало схемы управления, что информацию необходимо разархивировать и детализировать. А дальше уже мы получили структуру детализации некого события будущего, бесконечного. И получаем выход в Нижний Новгород. 5, 1, 9, 7, 1, 9. Получили два ряда, которые означают структуру контроля за происходящим, с той же зрением благоприятных будущего. То есть мы не просто контролируем, мы направляем движение в нужную сторону. Вот корабль, если плывет много рифов, мы должны выбрать оптимальный путь. Вначале преобразование в уровень деталей это было где-то. Мы эту структуру детализации некого события бесконечного будущего получили с помощью первого числового ряда. 8, 1, 7, 3, 9, 1, 1, 3. Теперь переводим эту структуру в настоящее время, то есть в то пространство, где строится благоприятное будущее. Именно с корректированным числовым рядом 5, 1, 9, 7, 1, 9, 1, 3. Это и есть оптимальный путь нашего управления. И получается, что теперь задача работать как бы на корабле, то есть в текущее время для Нижнего Новгорода. Это 7, 1, 8, 9, 8, 1. Как я сказал, добавить единицу это для любого времени, для Нижнего Новгорода. А значит, если добавить, например, 3, вообще для любого региона. 7, 1, 8, 9, 8, 1, 1, 3. Числовой ряд работает уже в текущем времени. Как бы корабль прошел все рейфы и осталась работа на корабле. На корабле личного развития. И получается, что мы получили структуру ту же самую, что мы можем сначала определять путь с точки зрения бесконечного развития и уже вести просто по правильному пути. С точки зрения именно точности можно постоянно контролировать, что это действительно осуществляется на конкретном человеке. То есть стараться делать так, чтобы конкретный человек от этого получал конкретную пользу. И эту пользу нужно понимать, объективизировать. Вот почему есть такое слово, как понимать? Надо рассмотреть все аспекты пользы для человека. Не только там здоровье, хорошая экология. А в чем еще? Ведь человек совершенно свободная личность. И, значит, если мы понимаем, мы можем рассказать о том, что вот можно получить с этой технологией, технология может развиваться как бы по геометрической прогрессе, в какой-то такой мощной форме, потому что многие люди по-своему будут это понимать и развивать. Тогда действительно она уже будет, ну, как бы с очень высокой скоростью развиваться именно технологией вечного развития, по-моему, очень. Благодарю автора учения о спасении и гармоничном развитии Григория Петровича Гробового за возможность определять путь с точки зрения бесконечного развития и создавать благоприятное будущее для любого региона. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok